Владимир Путин в своем обращении к россиянам объявил о переносе общероссийского голосования за поправки в Конституцию из-за пандемии коронавируса. Напомним, оно должно было состояться 22 апреля. Президент России не назвал пока конкретную дату. Все будет зависеть от обстановки. Тем не менее, в Чувашии продолжают набирать наблюдателей на голосование. Об этом говорили сегодня на круглом столе в общественной палате Чувашии. Максимальное удобство, максимальная открытость и, главное, максимальная безопасность. Именно по этим принципам пройдет общероссийское голосование по поправкам в Конституцию. На избирательные участки в республике планируется направить более 7 тысяч общественных наблюдателей. Для этого общественная палата подписала соглашение с 20 некоммерческими организациями. Внушительное количество общественников понадобится для решения сразу нескольких задач. Первостепенной станет обеспечение прозрачности процесса. Если раньше выборы проходили преимущественно процентов на 90 с лишним в один день, сейчас процедура голосования будет растянута во времени. На неделю. Даже на 8 дней. Потому что в соответствии с порядком будет принято решение о том, что все досрочные стадии голосования будут проводиться в течение 7 дней до дня голосования. И, соответственно, сам день голосования. И вот в связи с этим очень сильно возрастает роль общественных наблюдателей. На каждом участке должно быть не менее двух общественных наблюдателей. Стать им может любой представитель НКО, независимо от его статуса и партийной принадлежности. Обязательное условие – соблюдать кодекс этики. Наблюдатели должны будут руководствоваться исключительно Конституцией и законодательством Российской Федерации. И должны будут следить за нарушением любых нормативных актов, которые предусматривает проведение этого голосования. Наблюдение носит открытый и гласный характер. Факты и данные, полученные в ходе наблюдения, подлежат оценке в соответствии с действующим законодательством. Предоставляются эти результаты наблюдений в первую очередь общественности и средствам массовой информации. Все участники круглого стола отметили важность конституционных поправок. Окончательное решение за россиянами. Рифат Фадкулин, Андрей Спиридонов, Республика.